Всем доброе утро, мои хорошие! Какой прекрасный день сегодня! Солнечный! Хотя у нас ночью ещё минус, минус один, но сегодня должен быть плюс, ну, плюс восемь или даже плюс одиннадцать, ну, посмотрим. Сейчас пока что утро, пока свежо, но солнышко, оно прямо бодрит и уже так и шепчет заняться какими-то домашними делами. Всем доброе утро, мои хорошие! Наконец-то выглянуло солнышко! И вот это солнышко, вот почему-то оно вдохновляет на какие-то вот дела домашние, что-то хочется делать, копошиться, суетиться. У нас несколько дней были морозы, и было пасмурно, и ничего не хотелось делать, и настроения не было. В общем, дождалась наконец-то я солнечной погоды. Вот сегодня вообще днём должно быть тепло. Я собираюсь во второй половине дня выйти из дома. Ну, посмотрим. Так, а сегодня что? Сейчас я быстренько позавтракаю, съем, наверное, овсянку для бодрости чуть-чуть, и начну шуршать. У меня сегодня по планам навести порядок на кухне, прогенералить всё, вытяжка, сетку надо там уже почистить, помыть как следует. Ну, и вот эти все мои тут поверхности, тоже надо что-то перебрать, пыль пособирать. В общем, короче говоря, уборка. Куда ни загляну, везде уже хочется убрать, прибрать. Весна, она как-то вдохновляет, да. Вот. Ну, давайте уже приступим, наверное, к делам, и по ходу, может быть, что-нибудь поболтаем. Ну, на завтрак я по-быстренькому сейчас решила поесть овсяночку, быстро завариваемую, и аквадетрим, как всегда, три капельки туда капнула. Аквадетрим каждый день потребляю. Это нужная вещь. Так, сейчас немножко остынет, и буду завтракать. Ну что, начнём. Я думаю начать вот с вытяжки. Я уже неделю собираюсь взять вот эту сетку, вымыть и помыть её надо. А потом ещё нужно вот помыть плитку. Здесь видно уже жировые капли. Глаза боятся, руки делают. Прям, честно говоря, не знаю, с чего начинать. На столе тоже надо порядок навести. Да и не только на столе. На микроволновке надо порядок навести, на холодильнике. На зеркале тоже лишнее поубирать, пыль повытирать, помыть моечку. И навести порядок ещё на стиральной машине. Обычно сетку мою я здесь. Нужно убрать вот эту вот штуку. У меня здесь слив. Но я смотрю, эту штуку тоже надо сначала помыть. Когда у меня лежала прозрачная, мне было всё видно. Сейчас не прозрачная, и не видно, что там внизу. Так, ну, у меня тут есть душик. Я вот это сейчас смочу. И вот это моющее средство, универсальное для полов и стен. Попробую им. Мне кажется, должно помочь. Щёточкой. У меня всё хорошо оттирается. Вообще, мне на самом деле не хватает музыки, весёлой, бодрящей. Но если я включу музыку, то мне придётся, чтобы не было нарушения авторских прав, нужно будет тогда здесь звук убрать. Но я включу музыку. Включила, девочки, я музыку, ни нашим, ни вашим, ютубовскую. Хотела показать, вот он, трап, куда сливается эта вся вода. Я здесь купаюсь. Туалет, в котором я купаюсь. Всё. Теперь я вот это споласкиваю. Всё отмылось. Нормально отмылось. Насколько оно отмылось. Убираю и буду вытяжку теперь чистить. Так, ну для этого дела я одену перчатки. Сейчас смочу немножко. Вообще, у меня была раньше пшикалка. Так было удобно. Попшикал, оно всё отошло и смыл водой. Но она закончилась, и я что-то забыла купить новую. Ну вот, это средство тоже хорошее для духовок и плит. Вытяжку чистить её. И плитку керамическую. Над плитой, над печкой тоже почищу этим же средством. Она такая гелевая. Налила щёточкой. И дать постоять чуть-чуть. Всё отойдёт. Оно уже отходит. Оно пустая чуть-чуть постоит. А пока оно постоит, я возьму губку, вот это средство, и там почищу внутри вытяжки ещё. Так, я решила немножко там повременить. Теперь я поставлю её сушиться. Вот так, вот так, посушиться. Почему я решила тут повременить? Потому что надо, во-первых, вытяжку там не так-то просто подлезть, а во-вторых, сразу уже захвачу плитку, которая над печкой. Так, налила прям на печку вот это средство. Надо вытяжку не только внутри, а тут снаружи всё тоже уже жиром покрылось, и крышечку тоже вот эту. В общем, всё её надо. И туда внутрь ещё залезу. Конечно, предварительно я от сети её отключила, не переживайте, если кто переживает. внизу тут тоже, ой, где лампочки. В общем, сейчас всё это сделаю. Вернусь к вам. Девочки, вытяжка у меня готова, ну, чтобы она быстрее высохла, я обычно финном её продуваю. всё готово. Вот как чисто и красиво теперь стало. Так, ну, а теперь я сейчас немножко намазала плитку. Сейчас будем плитку чистить. Так, надо ещё вот тут вытяжку дочистить. Этим же средством я чищу дальше. Вообще, чтобы сильно не чистить, на самом деле, нужно просто намазать и подождать. Потом можно немножко потереть в некоторых самых затруднённых местах. И всё. Это средство хорошее, от него жир хорошо отходит. Подождём чуть-чуть. Ну, всё. Вот один раз я намазала, потом вытерла и второй раз намазала. Чуть-чуть потерла в некоторых местах. И всё. Всё блестит. Вообще, лучше не запускать, конечно, это дело всё. Оно быстрее тогда всё отмывается. Печку заодно. Печку я вообще регулярно вытираю. Она у меня всегда беленькая. Красота. А ещё глянцевые поверхности, такие, которые подсвечивают свет, я ещё насухо вытираю, натираю до блеска, как зеркало. И тогда прям вообще красота, красота получается. Также печку. Ой, как чистая, красивая. Я просто не могу. Балдею от этого. Видно, как плиточка зеркалится, да, чистенькая. И печечка тоже. Ладно, поехали дальше. В общем, всё. Красоту навела. Всё беленькое, чистенькое. Лампочки чистенькие. Всё отлично. Так, ну, вот эту вертикаль я уже всё приготовила. Внизу у меня чисто. А вот теперь надо мне вот эту поверхность и вот эту поверхность привести в порядок. тут у меня лишнее поубирать. Вот эту клеёночку помыть. И на столе вот эта клеёночка, что-то она уже тёмненькая стала. Но мне телефон сообщает, что батарейка разряжена. В общем, пока она будет заряжаться, я, наверное, это всё по-быстренькому сейчас постараюсь сделать. Девочки, открыла микроволновку, а она мне говорит, тоже помыла меня. И я вот её тоже помыла. Ну, уже убирать, так убирать. Сверху всё убрала. Мультикухню помыла тоже. Всё, сейчас буду по местам всё расставлять тут. Так, ну, тут я лишнее поубирала, всё повытирала. Опять я ложу эти салфеточки, девочки. Мне удобно, потому что они такие силиконовые. И когда я ставлю сюда стакан, там, чашу, что-то, оно не стучит, как по столу. Тут обычно я пишу себе записки, что мне надо сделать, чтобы не забыть. Вот перед лицом как раз. Ну, всё. Сейчас, конечно, опять понаставлю, но не всё. Наставлю то, что нужно мне. То, что мне всё время должно быть под рукой. Зеркальце у меня уже чистенькое, красота. Вот. И теперь я чищу уже мойку. Добралась я уже сюда. У вас бывает такое, девочки, когда начинаете что-то делать одно, то, что запланировали, а потом как понеслось, понеслось, и остановиться невозможно. Вот у меня сейчас то же самое. Я сейчас делаю, помимо такой уборки, которую запланировала, ещё много делаю то, чего не запланировала. Ой. Так. А мойка вот здесь вот не отмывается. И у меня, к сожалению, сейчас нету этого средства. Но лимонной кислотой. Я уже как-то чистила. Лимонная кислота вот этот камень убирает. Сейчас попробую лимонной кислотой. Так, девочки, лимонная кислота не очень-то справилась. Ну, вот я нашла у себя спрей-антиналёт для ванны душевых кабин. Ну, не знаю, справится с этим налётом или нет. Попшикала. Сейчас немножко дам постоять. Сейчас ещё пшикну. Чуть-чуть постоит и потом вытру. Посмотрим. Сегодня прям тестирую моющие средства, получается. В общем, девочки, вот видите, всё прям заблестело, заиграло. Там, где налёт небольшой, оно удалилось. Но там, где толстый слой, там нужно уже это делать, наверное, или другим средством, или, ну, дольше. Но у меня нету сейчас, в общем-то, сил и времени долго это всё делать. Это я уже сделаю другим средством. Так, ну, теперь всё по местам на полочке. Сейчас разложим. Так, ну всё, я с собой довольна. Я поубирала, блин. Везде поперебирала всё. Тут у меня красота. Лишние флакончики поубирала. Тут это моющие средства. Это то, чем я мою посуду стол. Всё такое. Полотенчики чистенькие повесила. И осталось помыть полики. Всё, здесь на вешалке прибрала чуть-чуть. Там надо будет ещё перебирать всякие пузырёчки, флакончики, всякую ерунду. В общем, вот такая у меня здесь красота теперь на кухне. Вот насколько у меня сил хватило, то я сделала. Ой, девочки, так приятно, когда чисто, когда находишься вот в комнате или в кухне и знаешь, что всё выдраено везде. Ни пылинки, ни соринки, всё блестит. Вот. Но, к сожалению, у меня что-то силы уже заканчиваются, а мне ещё нужно вымыть полы, пропылесосить, в комнате пыль повытирать, стирку запустить. Что ещё? И пора уже обедать, скоро обед. Но если я сейчас покушаю, то у меня уже потом всё, ни на что сил не хватит. У вас такое бывает, когда вот убираете, убираете, потом поели и всё, расслабились и запал пропадает. У меня такое бывало, но у меня по молодости бывало, если я заряжусь с утра убирать и потом не останавливаюсь и не ем ничего, там бывало, что и до пяти убираю. Но сейчас уже второй час по времени, уже скоро обед, но я, наверное, около двух поем. Сейчас пока запал не прошёл, сейчас быстренько я доубираю, но снимать уже не буду, наверное, потому что трудно снимать одновременно и что-то ещё делать. На это время в два раза больше уходит. Так что я сейчас завершу уборку уже в конце, ну, покажу, наверное, что там уже в комнате будет. Сейчас там вот такое вот всё. всё, девочки, пропылесосила, порядок навела. Ну, как-то так, в общем. Вот как-то так. Насколько у меня сил уже хватило? Кто-то попросил, покажите рум-тур. Девочки, что показывать? Уже показывала. Посмотрите плейлист рум-тур называется. Там всего два видео. Так. Ну, всё, бельё у меня стирается. Сейчас застирается, повешу и буду обедать. Ой, куда ни глянь, везде чудненько. Бог гадать. Что за чудо, что за диво? Всё так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал и хозяев поджидал. Девочки, я открыла окно, на улице уже стало тепло, воздух прогрелся, и форточки даже уже маловато. Пришлось даже открыть окошко. Очень хорошо. Люблю, когда окно открыто, тепло, так классно, свежий воздух. Девочки, я вчера сварила борщ с индейкой. И вот он, видите, я достала с холодильника, он холодный, но там нету жира, не плавает. Он очень вкусный и в то же время он вполне даже для диеты подходит. Ну, я как бы не на диете, просто смотрю, индейка, думаю, надо сварить. А сейчас я поставлю его греть, он холодный и буду есть. Всё, бельё повесила, пообедала. Надо теперь отдохнуть. Ой, на улице как классно, просто не могу. Девочки, вышла я на улицу, иду забрать заказик Фаберлик. Ой, солнышко на вас попадает. На улице теплынь, сейчас время пять часов, а на улице плюс десять. Я оделась полегче. Ну, шапку не стала одевать, думаю, если что, капюшон есть. Одела курточку коротенькую. Она мне, правда, тоже стала уже маловато. Мне уже надо не только зимнюю, ещё и весеннюю покупать. Вы, кстати, там писали, что та куртка мне не идёт, бледнит меня. Девочки, ну, я не накрашенная, меня вот, вот эта не накрашенность, она меня и бледнит на самом деле. Вот. Одела кроссовочки, так хорошо, вообще не холодно. Ну, если я сейчас выйду на проспекты, если там будет ветер, будет, конечно, задувать, но я тогда капюшон одену и быстренько, быстренько пробегусь. Вот так. Ну, вообще, конечно, погодка классная. О, я вообще так ждала весну, но, наконец-то, первые симптомы весны появились. так. Ну, все, я сейчас по перелочку прошлась. Тут, по крайней мере, машина не ездит, не шумят. Думаю, хоть немножко вам что-нибудь скажу. То есть, я целый день бегаю, кручусь, верчусь, как не знаю кто. Убирала, убирала, спина, в конце концов, разболелась. Так, она, главное, разболелась не тогда, когда я убирала, а вот прилегла, полежать, встала, и спина прям сильно болит. Ну, я ее помазала деклофенаком и решила, что надо идти забирать заказик. Так, ну, все, помчала я, короче, бегом. Я смотрю, молодежь тоже в кроссовках, конечно, без шапок все. Это я кутаюсь, все, боюсь простудиться. Ну, вообще, конечно, здорово, классно, не могу. Солнечная погода, здорово. Вот что-то я смотрю, какой-то дым на горизонте, прям, что-то там горит, какой-то там пожар. Вообще небо чистое, голубое. Девочки, я иду уже обратно, набрала, смотрите, фаберлик, у меня в двух пакетах. Столько интересных вещей, штучек я заказала, буду. Но снимать я буду этот заказ в следующем видео, скорее всего, в этом видео уже не буду. Вообще, на самом деле, иду, я, конечно, обалдею от погоды, от такой. Ой, сейчас солнышко. Я тут уже пыталась тенечек найти, оно мне прям в лицо светит. Хочется укрыться, спрятаться чуть-чуть. Ой, иду, наслаждаюсь. Прям надо медленно идти. Медленно надо идти, получать удовольствие. На самом деле, ветра нету. Или он перестал дуть, когда я была дома, мне казалось, ветер дует. А сейчас его нету. Ну так, легкий чуть-чуть. Даже он велосип на месте. Ой, хорошо-то как. Неужели весна? Неужели весна? Неужели я ее дождалась? Ой, класс, девочки. Спина болит. Ну, не буду я вам о плохом, да, а то сейчас начнете мне говорить, что вы там, жалуетесь. Сейчас приду домой и лягу. И все. Ну, вот и все, девочки, я пришла домой. Я, кстати, вот под курточку надела вот эту легкую, трикотажную, как сказать, как она называется, олимпеечка, вот на голое тело. И я вам хочу сказать, даже жарко было мне, хоть я и шла медленно вроде бы. Вот. Хотела вам подснять еще чуть-чуть, но солнце уже прямо в камеру светит и перестала снимать. Вот. Все, девочки, я решила, что Фаберлик все-таки это посмотрела. Там много есть новинок и кое-что нужно будет протестировать. Мне захочется это протестировать с вами. Поэтому для Фаберлик я уже начну новое видео уже завтра с утра. А сегодня я хочу это видео смонтировать, чтобы вы его поскорее увидели. В общем, даже не знаю, насколько по времени там получится, потому что я кусочками, урывками снимала. Ну, по крайней мере, вы хоть увидели, чем я сегодня целый день занималась. Но я зашла домой, от дома чистота, порядок, свежий воздух. Так здорово, так приятно. Вообще не могу. Вот. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok